Валерий Кузьмин Итак, мы подошли, в общем-то мы с вами разбирали, взяли библейские очки, одели их, чтобы помочь Марии увидеть, что происходит в ее жизни. Что дальше? Что дальше? Что дальше? Спасибо, молодцом. А мы сегодня еще покажем вам заключительную сценку, очень такую интересную, верю живую, о том, как можно вести разговор с Марией, после того, как вы разобрали вопросы сердца и она увидела эту связь с цепочкой. Это будет третий час, будет очень длинная сценка такая, которую мы вам представим. Но до того, как мы представим вам сценку, как может это действительно выглядеть по-настоящему, хотим действительно поговорить о покаянии. Это очень тема, которая, вроде бы мы все знаем, покаяться-покаяться. Но по-настоящему, наша задача, помните, мы с вами говорили, помочь Марии подвести ее к Богу. Можно сказать, чтобы у нее загорелась лампочка. И чтобы действительно она сама сказала, вау, да, я вижу, я понимаю, что я здесь грешила против Бога. И вот этот момент, когда, можно сказать, когда лампочка загорается в жизни человека, как савл, который шел, и вдруг свет высияет. Вот этот момент света, высияния света, момент покаяния, момент, когда что-то происходит. Это покаяние по-гречески метаноя, изменение мышления. На иврите чува обозначает слово лошув, то есть ты шел в одном направлении, и вдруг ты понял, ты возвращаешься и идешь назад. Это мы называем словом покаяние. Но покаяние – это процесс. Часто мы привыкли говорить, ну, типа, человек, он покаялся, да, он покаялся. Когда мы говорим покаяние, очень часто мы говорим о молитве покаяния, которая происходит вначале, принимающего Господом, я грешник. Да, это правда. То есть, конечно, есть момент некого такого ключевого сдвига, когда ты понимаешь вообще, что вся твоя жизнь идет в неправильном направлении, ты обращаешься к Богу, принимаешь жертву Его Сына. Но дальше мы понимаем, что жизнь, она продолжается быть жизнью в покаянии. И, возможно, вы часто встречали людей, которые каялись, но в действительности как бы ничего не происходило, правда, да. То есть, человек покаялся, но ничего не произошло. Поэтому мы хотим сейчас, я хочу с вами поговорить о очень интересной, то есть, поговорить о покаянии, как о таком, знаете, то есть, представить покаяние как торт, который состоит из шести ингредиентов. Окей, знаете, вот как есть у нас киевский торт, да, то есть, всегда в торте есть разные ингредиенты, да. Теперь это не значит, что, вот можно, когда вы сделали торт вместе, да, например, там, вы там, ну что, не знаю, там, сметана, шоколад, еще там вместе. То есть, не всегда можно в точности сказать, слушай, как бы, что следовало, зачем, да. То есть, но мы понимаем, что в этом торте обязательно есть вот какие-то ингредиенты конкретные, да. Как точно они идут, одни зачем, и вот в точности сказать, о, вот это, скажем, там, сметана, мы не можем, да, то есть, есть никакая тайна, да. Но, все-таки, мы сейчас с вами посмотрим, если мы смотрим в Писании, можно так достаточно четко увидеть в покаянии шесть ясных ингредиентов, окей. Не всегда они идут последовательности, но в истинном глубоком покаянии библейском, сейчас вы видите, всегда присутствуют эти шесть ингредиентов. И мы начнем с первого ингредиента, он называется, назовем его вид греха. Давайте напишем вот здесь вид греха, увидеть грех, можем нарисовать глаза. То есть, конечно же, для того, чтобы покаяться, что нужно прежде всего, увидеть свой грех, да. Ну, без того, что ты его увидишь, невозможно покаяния. И, естественно, что пока мы не увидим грех как вертикально, мы не можем по-настоящему покаяться. Поэтому, ключевой стих, можно сказать, это Псалом 50-й, 5-й, да. Я очень думаю, все любят этот Псалом, когда, ну, мне кажется, что когда люди согрешают, как бы это, любыми Псаломами меня перечитываете, чтобы успокаиваться, да. Псалом Давида, когда он вошел к Версавии, он говорит, ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда передо мною. Псалом 50. Беззаконие мое я сознаю, и грех всегда передо мною. То есть, я вижу грех, я четко понимаю, он говорит, я понял мой грех перед тобою. Перед тобою, что он говорит, единым я согрешил. Вот это ключ. Ты сделал ужасные вещи, да ты убил человека. Ты жену его взял. Да, по-человечески вот в чем нужно каяться. Он говорит, нет, перед тобою единым я согрешил. То есть, как будто бы люди, и вопрос не в людях, да. Вопрос, что перед тобою-то я, Бог, согрешил. Я увидел, что я грешу перед тобою. Поэтому, когда Ишуа встречает Савла, что он ему говорит? Зачем ты гонишь мою церковь? Нет. Он говорит, зачем ты гонишь меня? То есть, ты грешишь не против христиан, он говорит, ты грешишь против меня. Каждый грех, он прежде всего грех перед Богом. И мы должны увидеть этот грех. Мы должны осознать. Помните историю о блудном сыне? Прежде чем он пошел к отцу, да. То есть, есть некий момент, вот начало покаяния, вот он там кушает, вот он понял, что кушает эти, как называется, рожки, и там такое место. И когда пришел в себя, это начало покаяния, пришел в себя и сказал, вау, да, говорит. То есть, что еще пришел в себя? Он проснулся, пробудился и сказал, согрешил я против неба и против земли. И уже недостоин. То есть, он увидел свой грех. Вот этот вид греха, это является началом покаяния. Теперь, очень интересно, знаете, что идея в том, что мы должны увидеть именно против кого мы согрешили. Потому что грех именно является настолько грехом, насколько мы понимаем, против кого мы согрешили. Мне нравится вот такой пример. Человек заходит в класс, написано такое объявление. «Пожалуйста, не кидайте бумажки. Уборщица». Уборщица, ладно. Не оставляйте бумажки за собой, уборщица. Короче, уборщица. Ну, не оставляйте. Ну, мало ли, уборщица написала, да? Эй, все страшно, уборщица. Ей платит деньги, чтобы она убирала бумажки. На следующий день заходит в класс, написано «Пожалуйста, не оставляйте бумажки». Учитель в классе подписано. Ну, да, учитель в классе, конечно, ну, ладно, училка туда-сюда, скажем так, ну, мало ли, написала, да? Ну, сказала, не оставляйте бумажки. Заходит третий раз объявление. «Пожалуйста, не оставляйте здесь бумажки». Директор школы подписан. Директор школы. Ну, да, скажем так, директор школы может и наказать, всыпать, да? Ну, да, скажем так, может быть, и стоит задуматься бумажки убрать. Приходит в следующий раз. Написано «Не оставляйте, пожалуйста, бумажки». Мэр города. Уже мэр города. То есть, сам мэр города просит меня не оставлять бумажку, да? То есть, как вы думаете, скажем так, в обоих случаях та же самая заповедь. Не бросать бумажки. Почему в одном случае легко пренебречь этим, а в другом случае тяжелее? Это зависит от кого? От того, кто просит тебя об этом. Если ты грешишь, согрешить против уборщицы не так и страшно. Но согрешить против мэра города – это уже серьезнее. А если вы еще знаете, что этот мэр города на прошлой неделе, у вас больная мама, болела раком, не было денег на лечение. И этот человек дал вам большую сумму денег, чтобы спасти вас, вашу маму, от смерти. И оказывается, что вот этот человек написал объявление, вот это. И просит вас не кидать бумажку. Как изменится ваше отношение? Я думаю, что вы действительно не будете кидать бумажку. Понимаете? То есть, нарушение или исполнение заповеди. То есть, скажем так, мы настолько грешим, насколько мы понимаем, против кого мы грешим. Люди думают, ну это небольшой грех, но что в конце концов я делаю? Да, это может быть небольшим грехом. Но когда ты понимаешь, что твоя вселенная говорит об этом, когда ты понимаешь, что он тот, который любит тебе и дал все, а ты ему возвращаешь этим, понимаете, как изменяется вид греха, да? Всего лишь нарушил небольшую заповедь, да? Вопрос не в самой заповеди, вопрос, кто тебе ее дал? И вот это и есть вид греха, осознание. Вау, я согрешил против любящего отца, который возлюбил меня, любит меня, жизнь мою хранит. То есть, что я сделал, да? Это не вопрос, что маленькую вещь. То есть, все ему принадлежит. То есть, понимаете, насколько должно быть осознание этого греха, его вид. Поэтому первое – это вид греха. То есть, человек, истинное покаяние – это то, насколько человек действительно увидел, насколько грех большой его. Скорбь о грехе. Скорбь о грехе. Когда апостолы проповедовали в День Пятидесятницы, помните? И они говорят, братья, мужи, братья, тот Ишуа, которого вы распяли, есть Мессия, посланный Богом. И что написано? Написано на иврите, эти люди были, у нас там написано, умелены в сердце, или когда, но там по-гречески более точно переведен, они были поражены в самое сердце. Они были поражены в самое сердце. То есть, можно сказать, были пронзены в свое сердце. Псалом 37, 19 стих говорит, «Беззаконие мое, согрешайся в грехе моем». То есть, в истинном покаянии всегда будет присутствовать скорбь, печаль. Теперь, печаль не о том, есть две виды печали, вы знаете, да? Можно опечалиться, и часто, знаете, я согрешаю, ой, елки-палки, что же мне будет за это? Я очень-очень скорблю, как бы никто не узнал про этот грех, это же будет плохо, да? То есть, я скорблю, потому что боюсь о последствиях, меня накажут, я буду выглядеть дураком, понимаете, да? Но истинное покаяние включает скорбь о самом грехе, соделанном против Бога. То есть, эти люди, когда услышали, что они распяли Мессию, вау, что мы сделали против праведного и святого? То есть, скорбь, это скорбь не по поводу плохих последствий, а о самом грехе. Помните, 2 Коринфян написано, я радуюсь, говорит апостол Павел, что вы опечалились, но то, что вы опечалились к покаянию, и печаль ради Бога производит неизменно покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. То есть, мы понимаем, что наша скорбь, это скорбь о том, что мы согрешили против самого Господа. Не просто мирская печаль, да? Поэтому очень часто люди, ты каешься, да, я каюсь, да, мне очень жалко, да, то есть, человек опять закурил, опять там наркотики начал пользоваться, да, я очень скорблю, о чем ты скорбишь? Ну, скорбишь, потому что мне плохо, но не это скорбь покаяния, тебе плохо, тебе больно, но скорбь не о том, сколько о том, что ты согрешил против святого Бога, да. Поэтому покаяние, и мы можем увидеть, о чем, и мы спрашиваем человек, о чем ты скорбишься, что ты платишь, да, о чем ты так сокрушаешься? Я должен признать, что очень часто согрешаю, я огорчаюсь, могу огорчиться, потому что думаю, вау, другие узнают об этом грехе, как же я буду смотреть им в глаза. То есть, больше меня интересует, что люди другие думают, а не то, что Бог, да, насколько я сокрушаюсь, и скорблю, потому что это грех пред Богом. Следующая составляющая этого торта называется она так. Еремия 6.15. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. Как вы думаете, что у нас здесь? Компонент? Стыд, совершенно верно, да. Ездра 9.6 говорит «И сказал я, Боже мой, стыжусь и боюсь поднять лицо моё к Тебе, Боже мой, потому что беззаконие наше с целью вышло, и вина наша возросла до небес». Еремия 6.15, Ездра 9.6. Ну, мы сами знаем, когда мы сделали что-то нехорошее против человека, что, нам легко смотреть ему в глаза? Нет, да? То есть, стыд – это необходимая часть покаяния. Если человеку не стыдно, то есть какая-то проблема, да? Когда Божий свет зажигается в сердце человека, он же не может просто поднять свою голову, да? А, классно, всё хорошо. Есть некий стыд, сокрушение. Не зря говорят, что можно сгореть от стыда, да? Я в действительности верю, что часть адского огня – это и есть… Так я верю, ну, отцы церкви некоторые так размышляли, что адский огонь, часть адского огня – есть огромный стыд. Поэтому так и написано, что будут постыжены всеупывающие на идолов, да? Представьте себе, то есть человек, который предстаёт перед Богом, то есть это как будто бы ты оказался голый перед всеми, то есть это такой стыд, когда ты понимаешь, когда ты предстанешь перед Богом, и Бог тебе покажет всю твою жизнь, ты поймёшь, и все увидят, это будет как перед всеми видно, и вот написано, что святые будут судить тебя, и ты стоишь, это стыд, который будет сжигать тебя, да? Это адский огонь, то есть написано, что устыдятся все, да? Постыдятся, написано, что мы не имеем стыда, приближаясь к Богу. То есть очень много написано о стыде в Писании, потому что некоторые в тот день на суде постыдятся, а некоторые будут иметь дерзновение, да? Поэтому стыд – важная составляющая. Следующее. Псалом 31 говорит. «Блажень человек, которому Господь не вменит греха, и в чём духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой, и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Как вы думаете, что это за часть старта? Исповедание, да? Истинное покаяние всегда предполагает исповедание этого греха. Но я открыл тебе грех мой, если исповедуем грехи наши. Слово «исповедовать» по-гречески «хомология», значит «назвать одинаково», то есть называть вещи своими именами, да? Знаете, очень часто звучит такая вещь. «Да, я согрешил, но…» Слышали такое, да? Ну обстоятельства, я согрешил, да, я понимаю, что я поступил неправильно, но вот когда вы слышите в покаянии слово «но», это уже значит, что есть проблема с покаянием. Это значит неполное покаяние. Знаете, я это заметил в своей жизни, удивительно. Я помню на работе какие-то ошибки мои даже, да? То есть я думаю, ну меня спрашивают, а что там там, не знаю, что там произошло. Я понимаю внутри моего сердца, что я неправ. Ну то есть что-то забыл сделать, что-то неправильно сделал. Так не хочется признаваться, что я неправ. Ну то есть как же я неправ? Я заметил с собой такое, я начинаю говорить, ну да, да, я, ну да, не сделал я эту вещь, короче, я там это. Но слушай, ну они мне не послали этот имейл, да, я, то есть я обнаружил в себе, что я начинаю, да, я вроде виноват, но я сразу ищу как бы, ну неправ я, да. Но, но вот та сотрудница, но я в какой-то момент и думаю, да, интересно, чего я так, почему я так не люблю оставаться неправым. То есть все время я ищу вот этого «но». То есть как будто бы, то есть человеку невозможно остаться с бременем вины. Он все время хочет ее свалить в себя, да. Это неприятно. Я виноват и все, без, без каких-либо оправданий. И очень часто люди, знаете, тюрьмы, тюрьмы, они наполнены, знаете, такими людьми, которые признают свои грехи, но всегда есть оправдание, да. Реально, ну кто бывал в тюрьмах, то есть да, я там убил кого-то, я это, но такая была жизнь, такая была это, да. То есть люди даже в тюрьме не готовы признать свою вину. Они всегда в чем-то правы, всегда есть какое-то оправдание. То есть, когда человек действительно до конца говорит, я виноват, нет оправдания, да. Тогда человек может получить оправдание от Бога, правда. Пока ты оставляешь за собой какую-то правоту, нету праведности вот этой во Христе, да. Потому что праведность дается бесплатно грешникам виновным. А если ты не до конца виновный, так у тебя нет оправдания, так тебе хорошо, да. То есть ты не можешь пережить прощение до конца от Бога, не можешь пережить его мир, потому что ты все равно, все равно, скажем так, ты в чем-то все-таки виновный, в чем-то ты все-таки прав еще. Поэтому исповедание подразумевает свою собственную вину. Я виноват, Бог прав. И конкретный грех исповедания. Не все мы много согрешаем, знаете. Ну да, мы согрешаем. Ну что ж, все грешники люди говорят, да. Ну согрешила я. Да, ну Мария может сказать, ну что ж, кто же несовершенный. Но это в действительности не есть истинное покаяние. Оно же быть свободное. Помните фараон? Он тоже там постоянно, да, 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 я виноват, ой, там я согрешил. Хопа, там опять. Прошло некоторое время, и он опять. Или Саул, помните? Да, прости меня, Давидушка, я тебя там гнал, бедненького. Иди домой, типа, я был неправ, опа, а потом опять, да, гонится за ним. То есть не было этой глубины покаяния, да. Все время это было но, видно, что внутри его не было покаяния. Хорошо, теперь мы подходим, может быть, к самому сложному, к самому сложному ингредиенту, да, который, знаете, многие, вот эти ингредиенты можно имитировать. Не имитировать, а, ну да, имитировать, знаете, имитировать, да, то есть имитировать, это значит, а? Сыграть, да, правда? То есть есть много людей, ой, плачут, скорбят, то есть да, я виноват, грешница я, и так далее. То есть упасть на колени, можно плакать. То есть в принципе в какой-то степени можно скорбь нарисовать, стыд, как бы братья и сестры исповедуют, там, прийти, упасть на колени. Да, грешница я, можно сыграть, да, в какой-то степени, ну, только Бог знает. Но есть нечто, что, наверное, самое сложное и невозможно сыграть по-настоящему, да. И это является, как вы думаете, что? Есть у кого-то предположение? Ингредиент покаяния, который сложнее всего имитировать, который действительно указывает на самую глубину покаяния человека. Ну, слезы – это скорбь. Вот тут слезы. Исправить. Ну, исправить тоже можно, скажем так, как-то внешне там. Да, все нормально, сейчас заделаем, все исправим, все будет хорошо. Дела, поверить. Смотрите, Иеремия 36, 31 говорит. «Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших и почувствуйте отвращение к самим себя за беззаконие ваши и за мерзости». Отвращение. Ненависть. Ненависть к греху. Запишите. Ненависть к греху. Нет, ну, дело в том, что исповедует, ты говоришь, я согрешил, я виноват, но ты можешь продолжать любить этот грех. И нужно признаться, что это самое сложное, потому что мы, к сожалению, любим и продолжаем любить наш грех. И пока я, как конфетку, засываю во рту этот грех и наслаждаюсь ее вкусом, я не смогу по-настоящему возненавидеть тот яд, который содержится в ней. Каждый грех содержит частицу сладости. Нужно это признаться, да? Ну, понятно, что, скажем так, чувствительные грехи, естественно, там, еда, пища, секс, там, понятно, что они, что они приносят удовольствие. Но, знаете, я понял даже такие вещи, как ненависть, как месть, то есть у них есть часть удовольствия. Я сейчас его, то есть есть часть тебе, ты наслаждаешься, например, ненавистью, да? То есть ты страдаешь, но, в принципе, тебе хорошо от мысли, вот я там отомщу, я вот сейчас. То есть каждый грех, да, в нем есть какой-то вкус сладости или унижение кого-то. Ты, как ты унижаешь кого-то, превозносишься, ты выше, ты наслаждаешься позицией, я выше его, я круче, посмотри, да? То есть есть вот это наслаждение, да, которое и сложнее всего оставить, да? Вот эту ненависть к греху. Исайя 30, 22 говорит, когда вы будете считать скверную оклад идолов из серебра и оклад из туканов из золота, ты бросишь их как нечистоту, ты скажешь им прочь отсюда. Это современный перевод. То есть он говорит, когда вы будете считать скверную и склад идолов из серебра и оклад из туканов из золота, и ты бросишь их, и там написано, бросишь их к мышам даже, да? То есть он говорит, когда вы возьмете золотого идола своего, и это будет настолько вам противно, что вы просто бросите его к летучим мышам. Представляете, золотые стуканы, золото, и тебе не жалко, ты порвешь его и бросишь его в грязь, то есть вообще там к мышам ползучим. То есть это самое сложное имитировать. То есть можем так сказать, можете записать такую мысль, очень мне нравится. Мы любим Бога настолько, насколько мы ненавидим грех. Мы любим Бога настолько, насколько мы ненавидим грех. То есть иногда люди говорят, ну как, я вот люблю Бога, не люблю Бога. Мы любим Бога настолько, насколько мы ненавидим грех. Потому что мы понимаем, что грех оскорбляет Бога, поэтому я не буду делать то, что противно Богу. Вот это проверка, это очень сложно, но это правда. Когда мы начинаем смотреть на грех божьими глазами, тоже такая иллюстрация, знаете, в школе девочки как бы в женском туалете любили, знаете, оставлять такой, вот они намажут губы и к зеркалу так подходят и так, ну, как бы целуют, да, знаете, есть такой, оставляют, да, там помаду, ну, для прикола. И постоянно уборщик просил, ну, пожалуйста, я убираю здесь каждый день, мне нужно мыть это, как бы не делайте этого, пожалуйста. Ну, как бы говорил, говорил, никто к этому не, это постоянно было замазано зеркало вот этой помадой. И когда он вызвал девочек, сказал, хорошо, я хочу вам показать, как я, говорит, мою зеркало. Он берет швабру, ее в унитаз и проводит по зеркалу. Как вы думаете, после этого кто-то целовал зеркало? Нет, не целовал. То есть, вроде тоже зеркало, тоже помада, но уже не хочется, потому что мы понимаем природу греха как смертельную, как ядовитую, как убивающую нас, да. И мы уже ненавидим, то есть, любовь к Богу перевешивает грех. Мы понимаем, что это противно, это мерзостно, да. И это, наверное, самое сложное, настолько возлюбить Бога, сказать, Господи, ради тебя я не буду совершать этот грех, потому что он тебя огорчает. Это, наверное, высший пилотаж, да. Это и есть самый большой вопрос, возлюбить Господа Бога всем сердцем, всей душою. Но это необходимый компонент покаяния. Ненависть ко греху должна быть в выражении нашей любви к Богу. И что еще последнее, как вы думаете? Ненависть, но есть нечто внешнее. Что такое внешнее? Это когда мы... То есть, ну, смирение тут везде есть, да. Но есть конкретный шаг, да. Когда Ишуа сказал Закхею, говорит, когда он ему сказал, когда он пришел к нему в дом, что Закхей сказал, говорит, он встал и сказал... То есть, он настолько пережил Бога и прощение, он сказал, кому, говорит, я должен воздам в четверо, в четверо, да. Спасибо. Достойный плод покаяния. То есть, здесь уход от греха. Назовем это конкретный уход от греха. Достойный плод покаяния. Совершенно верно. То есть, об этом чаще всего говорят в церквях. И уход от греха предполагает конкретное расставание с грехом. Очень конкретное, очень ясное, да. Ишуа сказал, если рука твоя соблазняет тебя, то ты помолись о ней. Да? Он сказал, если рука твоя соблазняет, то ты помолись о ней. Если глаз твой соблазняет, ты помолись, и все пройдет. Нет, он сказал, не помолись, да. Он сказал, интересно, да. Ну, почему так? Он сказал, если рука твоя соблазняет тебя, молись, чтобы тебя не соблазняло, да. То есть, о чем это говорит? Это говорит об радикальном, радикальном отсечении греха, да. То есть, он дает образ, да, радикально. То есть, если есть вещи, которые ты согрешаешь, то истинное покаяние будет выражаться в конкретном отсечении греха, конкретно. Ты должен уйти, ты должен оставить это, да. Это может тебе принести физический, духовный грех, который действительно изменяется. То есть, когда действительно мы делаем противоположное тому, что мы делали, правда. И мы возвращаемся здесь к Ефесянам 4.22, помните, 24, где написано, чтобы мы что сделали? Совлеклись ветхого человека и облеклись в новое, да. И можно сказать, вот это совлечение, то есть, мы совлекаемся в ветхого человека, мы осознаем, понимаем наш образ жизни, но это недостаточно. Что нужно сделать? Нужно облечься в нового человека, да. То есть, совлечься – это только половина покаяния. Облечься, да, это есть полнота. Это значит, то, что мы говорили, начать делать противоположное, да. Когда мы уже не просто не грешим. Скажите, когда вор перестает быть вором? Некоторые говорят, что вор перестает быть вором, когда он перестает воровать. Почему? А в чем проблема? Все, я перестал воровать, я больше не вор. Все, я покаялся, осознал, это плохо, это нехорошо, я ненавижу. Все, я уже не вор. Я уже не вор, но все, я не вор. Я уже не ворую два года. Не, ну предлагаю, возместил уже все, я больше не ворую. Да, то есть, как проявится его ненависть к воровству, действительно. Он сказал, кто крал, трудиться. Трудиться. Почему? Потому что, какие могут быть причины, что он перестал быть вором? Нет, человек мог воровать, но потом понял, ему невыгодно воровать. Нет, человек мог воровать, а потом перестать воровать, потому что полиция усилила надзор. Больше не ворую. Все. То есть, опасно воровать, да? То есть, последствия плохие могут быть, да? Или, ну как-то нужно по-другому, то есть, другие нашлись какие-то, то есть, не знаю, там, пришло наследие там от дедушки, и теперь больше не ворую. То есть, но истинные изменения, это те, когда мы облекаемся. То есть, если раньше я не воровал, ну как бы обстоятельства могут просто такие быть, что я не ворую. Но по-настоящему я изменюсь, когда я начну делать противоположное. То есть, отдавать, работать. Потому что вор не привык быть вором, да? Он привык, ой, он не привык работать, не привык благословлять. Поэтому, вот это очень важно. Противоположность. То есть, покаяние – это переодевание. Мы совлекаемся ветхого человека и одеваемся в нового. Объяснить на нечто противоположное. Хорошо. Как вы думаете? То есть, мы с вами просто прошли разные грани того или ингредиентов, что есть покаяние. То есть, оно не обязательно в каждом покаянии вы сразу же увидите все эти ингредиенты, как я сказал. То есть, не всегда, не сразу видно, да? Но для полноты покаяния всегда должны присутствовать вот эти ингредиенты, да? Они показывают, что это действительно есть библейское изменение человека. Поэтому, когда мы общаемся с Марией, когда мы можем знать, что действительно произошло покаяние, когда мы, скорее всего, увидим вот все вот эти шесть составляющих, тогда мы можем знать, что действительно, скорее всего, что-то произошло. Это процесс, да? Понятно, что не стоит сокрушить. Иногда человек, ну что ж, иногда нет сокрушения глубокого. Человек осознал грех, но, может быть, Бог не дает ему сейчас какие-то слезы. То есть, Бог сам знает. Иногда действительно не в каждом грехе приходят слезы. Бывает, что Бог наполняет в свои времена, да? Иногда мы можем, ну, знаете, даже если нету скорби, само переживание того, что нету скорби, это уже хорошо. То есть, я иногда скорблю о том, что я черстый, например. Это тоже угодно Богу, потому что я понимаю, что мне надо бы скорбить о грехе, но, если честно, не скорбиться. Я прошу Бога дать, например, ну, да, то есть, Господи, дай покаяние, да? Это нормально просить Бога дать глубину покаяния, потому что без глубины покаяния нету глубины осознания его благодати, да? Потому что, а я понимаю, что, может, мне чего-то из этого не хватает. Не хватает ненависти к греху, что чаще всего, да? Или не хватает скорби и стыда. Хорошо, вопросы оставьте. Ну, давайте, хорошо, пару минут вопросов на этой теме, может быть, у кого-то есть. Да, ты поднимал руку. Почему человек, скажу, может, вернуться на таблицу, из которого ты делаешь все, ну, открывает, и так что он начинает, и все, и все, и все, и все. Окей, мы не... Если кто-то ему просил, покаяния, тогда изменить это как бы еще не было. Ну, теоретически, да. Ну, опять же, вся наша жизнь находится в процессе покаяния. Поэтому, понятно, когда я грешу, это значит, скорее всего, что-то здесь в моей жизни, пока не было еще глубины покаяния в этой сфере конкретной. Мы говорим о конкретной сфере, да? Мы говорим проточек покаялся, да? Нету ненависти просто. Чаще всего нету ненависти. Это самое сложное, да? Иногда человек не видит до конца, в чем он грешит, да? Это тоже, скажем так, человек действительно не понимает, не видит, да? И не открыто ему до конца, да? И может еще Дух Святой, ну, какой-то причине нет. Иногда может у человека быть жесткое сердце, да? И нету какой-то скорби, печали о грехе, да? То есть он не видит, насколько он согрешил против Бога, против ближнего. И может быть, в следующий раз. Ну, иногда, опять же, разные сердца – это разные почвы сердца, разные почвы. Иногда Бог стучится в сердце, и нужно что-то сильное, чтобы у человека произошла скорбь. И он воскорбил действительно об этом грехе. Опять же, разная почва, разные сердца. Некоторые люди более чувствительные, они быстро, может быть, скорбят, плачут. Но, может быть, это выглядит, например, да, скорбь, чувство, но, может быть, нету ненависти или нету силы уйти. Это тоже может быть, да? Мы поняли, но как бы нету силы, нету решительности, да? То есть, слушай, я понимаю, но у меня нет решительности уйти, да? Как бы я понимаю, что мне нужно отсечь руку, я понимаю, что мне нужно перестать, я понимаю, но человек не до конца как-то остался то есть есть такие люди постоянно приходят и возможно иногда с людьми нужно именно говорить об этом глубже да опять же разные моменты но мы можем помочь человеку понять где не хватает у него покаяния почему не срабатывает почему он постоянно спотыкается каком-то грехе да ну страх это здесь как бы он страх божий до этого может здесь быть и вид греха то есть боялись да но как бы опять же страх божия это не это это именно когда мы осознаем любимым понимаем там где-то здесь да то есть ненависть греху из любовь к богу то есть составляющие да 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 совершенно верно конечно ты понимаешь что он покаялся нет конечно смотри опять же опять же я не говорю поймите я не говорю что нам нужно каждый раз следить это не наша ответственность мы опять же мы говорим о душе попечения мы говорим не то что мы встречали человека на улице покайся и иди к богу понятно я не буду сейчас вот тебе надо понять увидеть и сознательно и вызови к богу и поможете мы говорим о том что к нам пришла мария серьезная ситуация когда человек уже верующий но запутался в грехе до живет этой жизнью да и мы пытаемся и помочь да и мы хотим привести к покаянию это не просто мария покайся короче все же быть нормальное отношение с богом подожди давай разберемся то есть к чему мы пришли мы пришли мария то есть ты твои ценности сокровища это уважение почти не может она должна понять сейчас мы это вам покажем сценку да должна понять и увидеть да что она согрешает против бога она должна выскорбить вау как бы увидеть понять исповедовать сказать конкретно я понимаю что я грешу против бога даже увидеть это да в какой-то степени вы опять же вы не можете произвести да и мы вместе должны подумать с ней что будет плодами покаяния да что мария покайся ты там не любишь мужа достаточно это тоже такое что мне делать с этим ну буду его любить понимаете да скажем так а что конкретно я должна сделать до завтра вот с утра чтобы прийти к этому этому сейчас то мы покажем сценку после перерыва да где мы попытаемся марию провести через покаяние и помочь и начать делать первые шаги к изменению будет длинная ссылка но она будет такая информативная